Десногорск Сводка криминальных происшествий за неделю Мы научились дружить, мы научились стрелять, метать, было очень хорошо Закрытие военно-патриотического слета Отечества Об этих новостях и не только подробнее Вопросы борьбы с контрафактом обсудили в Смоленске на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Председателем комиссии был глава области Алексей Островский Губернатор акцентировал внимание присутствующих на том, что незаконный ввоз и оборот контрафактного алкоголя и табака наночит значительный ущерб экономике как региона, так и всего государства Кроме этого, некачественные товары – это реальная угроза для жизни и здоровья смолян За незаконный оборот контрафактного алкоголя в регионе только за этот год составлено 47 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 12 уголовных дел Участники комиссии поделились своими предложениями о мерах по пресечению оборота фальсификата 5 июля в местной администрации состоялась встреча главы Десногорска Андрея Шубина с представителями казачества и сотрудниками полиции На встрече обсуждало создание дружины на базе казачьего общества «Хутор Десногорский» Количество дружин по стране сейчас активно растёт и Десногорск не стал исключением На сегодняшний день в городе зарегистрировано два народных отряда – Добровольная народная дружина и Народная дружина Десногорского хуторского казачьего общества «Хутор Десногорский» Хуторским обществом уже разработан и подан для ознакомления в администрацию Десногорска устав общественной организации. Дружина будет оказывать содействие правоохранительным органам города в охране общественного порядка. С пакетом документов, необходимых для осуществления деятельности казачьей дружины, на территории Десногорска ознакомился заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Весь пакет документов, требуемый для осуществления деятельности по охране правопорядка на территории муниципального образования, он у нас присутствует. На сегодняшний день мы уже проработали с казачьими тот вопрос, что у них сформирован численный состав в количестве 12 человек. Ещё Александр Новиков отметил, что хуторскому обществу необходимо определить командира казачьей дружины, выбрать его самостоятельно и утвердить документально в казачьем штабе. Также осталось согласовать рабочий график с представителями ОМВД. Ранее по распоряжению Андрея Шубина были разработаны документы по предоставлению субсидий на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин. Сейчас финуправление это всё рассмотрит. На следующий год мы можем его запрещать. После того, как казачья дружина приступит к своим обязанностям, казаки смогут официально оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов при охране общественного порядка, информировать полицию обо всех выявленных правонарушениях, охранять порядок при проведении массовых мероприятий и участвовать в поиске пропавших без вести. Минтруд совместно с профсоюзами и работодателями разработал новый перечень запрещенных для женщин профессий. Перечень из 456 профессий, которому исполнилось уже 20 лет, был основательно изменён. Теперь женщины России смогут проявить себя в 358 профессиях, ранее бывших для них недоступными. Критериями для отбора в новом списке стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин и будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия. Недоступными для россиянок, например, остаются многие работы на химическом производстве, литейные и сварочные, открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. По-прежнему россиянкам запрещено тушить пожары и строить метрополитены. Недоступными для соискательниц остаётся 98 профессий. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 120 сообщений о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 91 административное правонарушение, в том числе 69 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 17 человек. Быть или не быть мобильником в школе – об этом Роспотребнадзор сообщит в течение месяца. Ведомство планирует подготовить правила пользования гаджетами в учебных учреждениях, а также создать условия по их хранению во время уроков. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу о запрете мобильника в школах и попросила решить этот вопрос к новому учебному году. Также рассматривается вопрос полного запрета гаджетов в школах. Авторы инициативы ссылаются на мнения педагогов и учителей, которые выступают решительно против мобильников, особенно в младших классах. Вместе с тем, по общему мнению, эта тема достаточно деликатная и требует основательной и неспешной продаботки. Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом. Исследование проводилось среди стран крупнейших экономик мира. Были проанализированы 136 операторов сотовой связи из 50 стран-участниц опроса. Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком и ориентиром на 10 гигабайтов. Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в мире составила 195,5 рубля, а в России 37,9 рубля. С такими показателями наша страна занимает четвертое место в рейтинге самого доступного мобильного интернета. А вот безлимитный интернет в России оказался самым дешевым. Среднемировая стоимость тарифа с безлимитным мобильным интернетом составила чуть менее 2800 рублей в месяц, что значительно дороже аналогичной услуги в Российской Федерации. 4 июля в учебно-тренировочном городке состоялось торжественное закрытие 12-го военно-патриотического слета Отечества. Самым активным, сильным и спортивным ребятам вручили памятные кубки и медали. Военно-патриотический слет Отечества посетили ребята из разных уголков России и Республики Беларусь. 10 дней увлекательных приключений, нового опыта и, конечно, ярких эмоций подошли к концу. Начинаем церемонию награждения и как командных, так и в индивидуальных зачетах. В командном зачете 12-го военно-патриотического слета Отечества призовые места разделились между командами Курчатова, Смоленска и Удомли. Ребята показали отличные спортивные результаты и были награждены почетными грамотами и кубками. Дипломы участников слета получили отделения Десногорска и Республики Беларусь. Также таланты и старания ребят были отмечены в индивидуальных номинациях. Метание ножей, оказание первой помощи, разборка и сборка автомата. Всего более 10 номинаций, в которых мальчики и девочки не только получили новые навыки и умения, но и были награждены призами и благодарственным письмом от директора Смоленской АЭС Павла Лубенского за отличные успехи. Все прошло отлично. Все, самое главное, живы, здоровы, с хорошим настроением и уверен, что с желанием вернуться еще раз. Несмотря на спартанскую обстановку и непростые спортивные дисциплины, найти занятия по душе удалось всем, в том числе и девушкам. Мы научились сплоченности, мы научились дружить, мы научились стрелять, метать. Было очень хорошо. И, конечно, как и на любом торжественном событии, здесь был свой яркий и эффектный финал. Воздух! Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Озвучено отношение россиян к браку. Согласно проведенного опроса, 77% респондентов считают, что отношения должны быть официально оформлены. Но этой точки зрения придерживаются в основном люди старшего поколения. Молодые люди от 18 до 34 лет отмечают важное создание семьи, но не считают регистрацию брака обязательным условием. Интересное мнение также о разводах. 10% респондентов категорически не приемлет возможность развода вне зависимости от причин. А 30% опрошенных считают, что разводиться нужно только тогда, когда семья уже фактически распалась. Оптимальным же возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин. И о погоде. 10 июля в Десногорске пасмурно и возможен дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 11. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadofestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова